привет зрители тайны конечно не получилось название само за себя говорит но перед нами настоящий слипер волк в овечьей шкуре с виду обычная гранта даже гранда так написано средства регистрации но в остальном мы ничего здесь не видим такого чтобы говорила нам о недюжинном потенциале который скрывается в кузове или в скорлупе обычной вазовской машины ну гранта хэтчбэк что в ней что в ней такого чтобы сказать вау да даже кстати задние тормоза и те остались барабанными очень настоящий слипер когда ты подъезжаешь на какой-то невзрачной тачке и делаешь какую-нибудь резку вот это да это по-нашему это что называется да богатеют дать подбых вот такой у меня есть внутри ощущение мне нравится мне нравится когда истинно доказаться к черту быть да вот эта история и лсг эта история правильного тюнинга ты не кажешься резидно едешь но сзади вот что пришлось сделать вывести охладную трубу чтобы она давала до давала жизни мотору давала возможности что называется дать газу в остальном ну наклейки надо еще конечно содрать обычная обычная гранта ничего такого приятно приятно ну или гранталина как я называю потому что калина была раньше три гранта давайте посмотрим что же здесь такое внешне ничего особенного что внутри ну поюзанный правда же ковш 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 не ковер ковш спарку вот это да это не мода это действительно удобное кресло а вот внутри да открываем мы свободное пространство вот это потенциал он раскрыт я считаю полностью с помощью лсг это круто и это круто сделали максимально совершенно видите мотор штатный до штатный берем мотор вазовский покупаем самую доступную гранту 16 клапану и делаем с ней чудо кудесниче мы добавляем еще столько же к мощи а как вот достойно вот это достойно я считаю я не буду гарцевать знаниями как то то что я в описании в описании напишу какие здесь используются компоненты как еще построен этот мотор штатно к 106 силами прибавилось еще больше 80 до под 200 сил мотор выдает до 190 на стенде реально 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 машина должна лететь правда погоды стоят у нас не не ездовые белая шина как вы понимаете да белая шина это не та шина которая будет тащить вас да еще и кстати летние между прочим ну может это ты все сезонного не ездит не знаю но нет не тот случай да друзья нужно ждать лето нужно ждать возможности ускориться я пробовал замеры сделать получилось скажем так без зацеп без зацепа электроник кстати здесь большому счету вся вырублена то есть управляющий тройник у двигателя конечно работает но все остальное а б с ес п все это к черту это не нужно потому что это тот автомобиль когда лада должна поплыть да ну или пойти плавает вы сами знаете что а идет настоящий корабль это легкий челунок который должен прям ух давать жару в поворотах потому что это же хэтчбэк спорт хэтч как говорят да в тещи на язык зашел пошел там о моща есть потянул да правда привод передний это слово да звучит уже несколько иначе я считаю что все таки ну хороша идея конечно в основе помните была восьмерка девятка там четырнка и потом в итоге это все переродилось в гранту грантолину калину сами понимаете все это семейство они очень связаны мне кажется взять можно восьмерку и от нее всю собрать в кузове гранта проверить такой эксперимент надеюсь получится но тогда тогда приди преднеприводник который супер мощным мотором коротким рядом по трансмиссии но в целом со стороны абсолютно стандартной машины вам уже конечно хочется ехать что-то опять звезда болишь тем более тех данных не даешь как так как так можно ну в описании есть интернет есть нам главное ощущение а вот если ничто не выдает где-то спойлера где там брызговики я не понял почему спарка нет почему сзади барабаны ведь 190 сила это же просто дурь вот такая должна быть помните драйв актив была выкатили драйв актив в автовазе чё это такое драйв актив вот это вот это шарандин мега драйв лсга да вот это да о как это сложно машина конечно не под меня честно говоря ну прям совершенно совершенно не под меня я по сути знаете перевозчик перегонщик перегонщики перегоняю из лсга в квальчику motorsport чтобы возить друзья так и не поправился но не мог не мог не не взять вам это автомобиль и показать что надо редко случится ли он сил настоящих хочется проехать вот так ничего пока что багаж сейчас прокажете прям до педаль придаем и тогда обычная гранта видеть салон это месте только регулятор тормозных усилий остался не остался не появился стандартном салоне то есть задача максимально сделать машину близкой к стоку но при этом чтобы она прям ехала и зажигала зажигала кстати удивительно такая машина стоит уже под 600 тысяч барабановая гранта это вообще да ну и времена ну дела может на был поскольку меган rs или криво ведь вот реношники до реношники французы они вообще гуру перенеприводных схем когда там сзади казалось бы там аж образная балка ничего такого но машины идут и хрисе не разных не ездил но везде написано я собственно склонен от веру что ну прям эти французы кром должны рвать простите но буду прерываться потому что не отпускает меня что за болезнь когда эти сами но я вперед буду ехать буду двигаться и так ну давайте давайте узнаем всю мощь проверим рейс лоджик тут у меня схема уже работает почему ну потому что потому что машина на самом деле еще не готова я взял промежуточный вариант но мотор уже есть он уже там 90 процентов настроен и да и да и да ахо вы чувствуете вот это да правда ведь это тахометр пока не работает нужно конечно же нужно нужно перенастраивать эту всю историю потому что вазовский конечно отстает от оборотов он переключиться нереально тоже мешает кстати разгону но я готов к старту холостые больше 1000 это нормально потому что все ушло наверх это не электродвигатель да это настоящий двс который либо работает до сверху либо работает где-то в середине но мощность сами понимаете где она мощность это обороты это атмосфера и их он турбин сейчас еще выключить да потому что все друзья с совсем все очень плохо но тем не менее интересно ехать машина уже кстати по шоссе явно там жесткую подвеску воткнули пружины другие потому что едет она уже без запаса по энергоемости чем гранта чем она прещает да не на самом деле посредственные за вы свойства вот в основе этого автомобиля лежит особенно посредственность просто задача ехать пункта в пункт б с этим с вами справляется он самый дешевый доступный поэтому мы ему за это все прощаем что-то отцу на просить эти просить мне кажется нельзя ну вот вазовской самой доступной машине можно хочу и новую машину а и больше на что денег не хватает ну а поехали на это с точки зрения спорта конечно не зря я отвезу и на подвеску должно рулевое просто омерзительное для спорта когда здесь у тебя платят у ранглера у ренглера лучше мостового настроена рулевое пиши здесь у нас что-то там легкая доворачиваешь и начинает возврат уже эти то есть неравномерное усилие по нулю причем 0 длинный длинный получается вот уже не 0 условно но да то есть хотя бы был бонг в нуле хоть как-то держал но нет он с большим это не люфт это именно по усилию размазано все в общем скажем так я исследую здесь не саму машину она как была по езде так себе а вот по мотору вот мотор здесь лсг постарались и сделали вот поэтому я сейчас проверю но увидите да рейс лоджик почему я замеряю кстати не здесь разгон и потому что ветки они же песен портят но меня же нету видите у меня нету здесь никакого спидометра только вот это могу использовать такие дела а удивительно высокий достаточно холостые но машина может ехать в городе вообще задача этого автомобиля как я понял концепция такая что ты хочешь себе взять машину построить и под себя под свои нужды до за относительно небольшие деньги и получить супер кар да ну да потому что новый автомобиль в этом условный планку миллион допустим потому что 600 тысяч и плюс там сколько вы захотите столько власти там тормоза еще что-то есть как тоже тормозами поработали но обратная связь руль почему-то усилителя упирает привет и дергается при нажатии на педаль тормоза не знаю что там так задумано но тем не менее старт невозможно цепь понять ведь она совершенно шлифует мощь сверху прям после пяти машин просто стремляется прямо в отсечку она летит это ощущение разгона невероятного роста мчишься вперед и прям оооо лоханка словно нет это конечно не ладья хотя думал что ладья древнерусская лоханка болтает процесс ощущения восторженный восторженно восторженное сражение с автомобилем вот так бы назвал отклоняешь руль здесь усилия ездить его нету болтает разнотяг мощности очень много лсга работает и выдает реально там да реально веришь здесь действительно столько сил здесь мы конечно зацеп хрен поймаем тоже скользко на летней резине но все равно да даешь газ все срывается больше оборотов больше жизни ты прям пошел-пошел-пошел-пошел-пошел вот это да вот это мощь вот это базовский мотор как его доработали вот так надо ездить настоящая лада веста спорт лада гранта спортом драйв актив вот можно да можно вверхи там поднять хрен с ними с этими холостыми пусть будет больше разгон но эко-эколог приходит и говорит стандарты фигарты этих черт и все что делать я не знаю и не за ну вот так вот делать берешь покупаешь стандартную гранту лишь я хочу настоящий спорт и даешь доработку волосга шара не но ребятам они вам сделают четко четкому по мотору я не знаю кто может сделать подвеску видимо ковальчук после этого проверил после штатного этого варианта да мягко говоря странно потому что спортсмену нужно что я не спортсмен но я лишь мечтаю быть спортсменом которым никогда не буду тем не менее дух вот этого супер драйва во мне сидит я знаю что нужно чтобы было максимально равномерное ощущение от движения то есть нужно ничего как-то разрываться да то есть должно быть плавное руление да то есть отклонение руля должно равномерно усиливаться да они бы не должно быть там того плато плато вот этого болтанки да и улучшает это подвеска что спортивная как учили дарова там ватного все это это вообще но это просто смешно на самом деле вся уже там зажата в это вы подвеска ну она просто машина да как давно в проруби назовем это правда типа честному ну невозможно плоханка едет и сраждаешься мотор дурина несет мощный быстрый да но вот это мощь вот это вот это сила до настоящая сила до настоящая тяга да можно есть можно есть в городе да идея автомобиля напомню да пока мы едем идея в том чтобы ты кинул колеса свои слики доехал до автодрома там поставил и прогонял без лишних техничек то есть такая доступная гонка для получения довольствия но по мотору верю смотрите включаем вторую лучше нам 3 до холосты нас устанавливаются там чуть больше 1000 и педаль в пол даем посмотрим где у нас будет плавно раскручивается раскручивается приятный звук до резонирующий его подхват я вам ровно в осечку за 7000 убирается тахометр да вот это вот это дела вот то вот так должен тянуть настоящий спортивный мотор до начала плавно 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 оба приятнейший подхват не резкий дар турбок какой-то бешеный приятнейший подхват с резонансами вот да это спортивные нотки что там порой нам вот это да вот шумит вот правильный звук мотора до гоночного вот это да давай давай но по рулежке господи не туда вы засунули этот мотор ну честно как она идет вот это да да ну шаги не держит но реально болтает ну большина говно это ясно буду правду тоже говорить дерьмовая резина даже next он лучше наверно но но блин реально вот ковальчук я надеюсь он сделает чудо и машина перестает тут восполнять черти что по рулю по подвеске ну встанет хотя бы да она сейчас уже жесткая пытались сделать из нее что-то в итоге убили энергоемкость но машин управляемость вообще ничего не прибавила на хрена так делать я не знаю но у нее попытки попытки почувствовать спорт вот так ну все поражают бруйду до сюда дергает о мощь пошла а вот потом мне нравится остальное конечно блин думаешь матери божьи за то есть по 140 уже хрена чем туда но уже песту деревья друзья чуть-чуть тут сделаешь вот такая вот машина такая вот машина еще попробуем стартануть то что вам было интересно что эластическим проверили а вот старт старт ну ладно здесь все таки не будем ругаться здесь все таки этот что-то навечно ну вот у нас чувствует до двигателя будет еще будет езда и вот только потом впадает в холостые чтобы до просить попадание мимо передачи там еще что-то правильно настроен двигатель вот лсг прям супер да ну посмотрим что делать ковальчук я не знаю автоваз болванку сделаем но болванка негодная для спорта я считаю план пробуем быстрее нельзя ну бесполезно бесполезно и пробовать из машины что-то выжимать просто вышлифовывает к ловит максимальную мощность просто после пяти машин шлифует но не то резина короче даже не вижу смысла пытаться что-то из этого демонстрировать нужно летом брать нужно брать слики но я рад что я хоть так могу вам показать как должен настоящий ладо да гранта драйв актив быть или ланда гранта спорт ренфер вот она черт возьми настоящая машина по двигателю а вот вот она дает вот вот она она работает ария дает прям ох как она как она ходит вот это вот это автомобиль восторжен и да вот это вот да ну ставить роль носа это это чё спортивный рождь что меня слов не хватает словоблудия достаточно много да вот это вот уже не жалея это где-то на кита не кто-то вот слайм какой-то твою мать с вами показывают там на ютубе слаймы давить субстанция вот слайм с какими-то с катышками тоже он неравномерно даже вот в этом своем ну блин вот этот этот это спорт мобильного то есть я не знаю ковальчук может сделать не чудо и вот мы узнаем стоимость нормальной лады спорт и ну все такое тоже по мотору видим работа возможно работа возможно поехала зарулила по звук садек и правит резонансы до специально привешиваем вот это вот это пошло на оху да да и убирается ограничитель да ох мать твою нормально дойдет хотя по паспорту не получилось мне быстро разогнаться к сожалению там 8 метре это не разгон конечно конечно не разгон но в таких условиях да ну не ослепишь и выезжать долго опять же не будет зацепа нет ни хрена то есть вся история этих гонок до перенеприводных это конечно не старт с места это старт именно получение удовольствия от движения на треке на треке что-то с места стартуешь но один раз стартуешь да перед этим тайм атаки они все да что-то либо один старт с места если вообще прогревочный круг пошел как она на руле гидкость тащит ее от разнят от разметки в сторону твою-то мать как вот это все делается зато мотор да мотор рывет мотор идет вот это чувствуешь вот от машины ох ох драйв а чего-то мощи а допрет прям прям ощущаешь когда идет невероятно круто да 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 конечно очень-очень очень-очень все по шасси очень не туда двигатель в одну и весту вот так вот двигатель ставит брать весту спорт сандали это такой движок доработанный фигач на нем ну наверное я еще знаете что сделал я бы все-таки все-таки я бы потише выпуск сделал уж он слишком орет мне глава уже болит просто от него ну а то мощная все здесь на можно больше не знаю в общем бы выду все-таки дел тише очень о здесь о здесь будет пробка твою ты вот это будет здесь пробить вот это здесь будет тебе пробка друзья юма матери вот это будет пробка юма а вот здесь светофора точно не хватало да теперь здесь будет пробка просто на теме не относятся мои там районные ужасы о черте это конечно черти а есть регулярно бьется просто кстати а решили поставить светофор же просто уже не ехала ничего ну окей ваше дело хотите так и езжать что называется вот борода на этих держит оборот специально чтобы муж чтобы случае чего да ошибка простит пилотирование в итоге разбивался на историю идея интересная да я считаю что вот кстати интересно вот эту вещь на эту тему эксплуатирует друзья с крыма у панте крым роста крым был это же взяли гранту твою мать и ну так классно разручивается мотор как же таски сторону ёбарный а как он орёт вот это да а черт возьмите без нет наш тормозить как я буду тормозить будут тормозить передачи вот так и это затормозил потрясающе вот у меня скил скилл движения и здесь уже никого не поеду друзья короче если классно можно без без лучше тормозить чем с без потому что накатывается в общем друзья что я могу сказать прикольно во первых взрыв можно создать под себя автомобиль мне естественно но это явно под низкоросла у кого-то создавалась явно ниже кстати опускать стул ну узковат сидишь как на кроссовере в общем идея класс здесь идет машину под себя под выходной день сел надрал кому-нибудь заняться на треке да но гранта как сама по себе машина она ну не годится но есть место следующее поколение на мне я там хоть бы короткого но я не знаю она больше она тяжелее она как бы может быть даже медленнее хотя учитывая что она намного приятнее едет и рулится и вот это вот нет вот это вот это все грантовской в основе высокая рейка со временой из восьмерки высокая рейка моторный щит сделала так что педаль газа педаль тормоза задранно и неравномерная работа не знает она вся вот даже туда звук до вибрация согласен это плюс для техник понимаешь о мощь но остальное позже моего чем кроме двигателя я считаю узор на взять все страны переделывать а другой стороны сети неправильные точки то моторный щит весь ходит чё обваривать там все как-то усиливать вставлять каркас но это сразу все дорожает и история доступную машины для трек дней она вся как бы летучивается из этого и уже проще действительно брать что-то иностранное и который будет вот так вот не вибрировать но ехать зато интереснее ладно что она сами зрители я прощаюсь буду двигаться вперед ну как говорится до встречи пока